В Латвии не хватает экспертов по доступности среды, говорят в обществе инвалидов и их друзей АПРОНС. В прошлом месяце сертификаты получили 17 человек. Активных экспертов 4, постоянный всего один. Это Юргис Бредис. Это пример того, какие у нас решения в доступности среды. Когда думаем о ней, представляем человека в коляске, и ему надо как-то попасть в здание. Этот пандус предназначен только для человека в коляске. То есть ни пожилые люди, ни человек с тростью им пользоваться не могут. На нем невозможно стоять. Второе, ты не можешь его использовать самостоятельно. Он накрыт. Надо звать кого-то на помощь. Как его позвать? Это подход, что нам просто формально надо что-то сделать. Это пандус у входа в здание Министерства иностранных дел. Здесь хватает места, чтобы сделать его доступным для всех, говорит эксперт. Но это не сделано. А вот другой, уже хороший пример. Вход в здание Фонда интеграции общества. Похожая ситуация, историческое здание, но совсем другое решение. Его можно использовать самостоятельно. Никому звонить не надо. Ему не нужно электричество. Его не нужно обслуживать. И каждый может им пользоваться. И никто не думает, что это какое-то решение специально для инвалидов. У всех студентов вузов должно быть представление о людях с ограниченными возможностями и их нуждах. Но, к сожалению, часто о том, как правильно сделать среду, доступной для всех, не знают даже профессиональные архитекторы, говорит эксперт. Такая нам поступает информация, и мы сами видим в проектах, что часто решения ограничиваются копированием норматива один к одному. Не подумав о том, удобно ли человеку, формально включаются минимальные требования. Многие говорят, будет дороже. Не будет. Разместить розетки на такой высоте, чтобы мог человек в коляске достать – не дороже. Или поставить оконную ручку на нужной высоте – не дороже. В Рижском техническом университете, говорят, главный принцип инклюзивного общества – это универсальный дизайн. И будущие архитекторы изучают его с первого учебного года. Принципы, что окружающая среда должна быть доступной, включены в разные курсы – архитектурное проектирование, типология зданий и так далее. Для архитекторов основное внимание уделяется именно строительной среде. И каждая курсовая работа также содержит эти решения, чтобы и здания, и окружающая среда в целом были доступны для всех людей. Архитектор Юрий Спога говорит, доступная среда – это уже не пожелание заказчика, а обязательное требование нормативных актов. И поэтому тут уже заказчик не имеет права вилять. Проблема в другом, что у нас много исторической застройки, которая имеет историческую ценность, но в то же самое время доступности там никакой. Для современных архитекторов это сложная задача – найти компромисс, сохранив исторический объект и сделав его доступным. Я учился в период, когда инвалидов не было. Такой проблемы не было. И это мы даже видим, да. Все постройки до конца 20-го столетия, пол первого этажа находятся на возвышении. Если мы посмотрим античную архитектуру, она тоже определяется на то, что дворец стоит на возвышении.